Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили и очередная обжираловка. Сегодня у нас мукбанг с очень интересной закуской. Я ее приготовила из лаваша, внутри авокадо, сыр Филадельфия, крабовая палочка и рис. Вообще, по рецепту туда лучше добавить красную рыбку, но ее, к сожалению, не было. Я даже сходила в Браво, и в Браво тоже почему-то нет больше этой красной рыбки. После того, как я показала вам, мы пошли все купили, и все, у меня не осталось. Пить мы сегодня будем фантом. Также, кстати, я приготовила еще чай, потому что открыла новую лавиту. Вместительный стаканчик, такой я люблю. Вот это как раз та лавита с малиной, которую мы покупали. Она до сих пор у меня была в холодильнике, все никак, руки не доходили. Здесь у нас пельмешки, небольшие оливки, мандарины. Обожаю мандарин, особенно такие зеленые и мягенькие. И здесь половинка авокадо. Приятного вам аппетита, если вы тоже кушаете. И здесь у меня чай в моем любимом стаканчике YouTube. В прошлом Мукбанке я тестировала новый бокал, который я купила. С ним вообще неудобно. Куча мороки, поэтому не знаю даже, чего начать. Также в начале видео мне бы хотелось поблагодарить всех, кто подписывается на мой канал. Мне очень приятно. Это безумно мотивирует меня снимать для вас постоянно. Снимать много, стараться над картинкой, заморачиваться над задним фоном. Сейчас вам расскажу. Солнышко то выглядывает, то обратно за облахом. Поэтому немножко меняется цветокоррекция. Как я скучала по пельмешкам очень давно. Не то, что не снимала. Просто даже их не кушала. В общем, я решила заморочиться. И наконец-то уже что-то менять. Мне хочется делать свой контент лучше. Интересные столы придумывать. Также надо что-то решать задним планом. Как это кушать, чтобы не развалилось? В общем, наконец-то мы приняли решение отклеить здесь обои. Потому что обои в ужасном состоянии. Их нужно менять. В прошлый раз я потратила деньги. Купила очень классный задний план. Нашла вот такого серого цвета. Приклеила. А из-за того, что здесь обои такие бугристые. Все отклеилось. То есть на эти обои ничего приклеить не вариант. Даже если я покупаю задний план. Поверхность шишавая. Хоть двухсторонним скотчем-то все это дело клей. Все равно все отваливается. Максимум пару дней. Поэтому я решила, что хотя бы эту стену нужно обои отклеить. Мамочка сначала сопротивлялась. Но потом я ее уговорила. Здесь вот сыр Филадельфия. Это просто нечто. У меня есть несколько идей. Не знаю, какую из них вы одобрите. Может быть сзади сделать полочки. Купить какие-то крутые полки. Прибить. Время от времени по-разному декорировать эти полки. Я думаю, что получится классно. Но единственный момент. Не будет ли это все дело отвлекать. Потому что я пробовала снимать с разными фонами задними. Мне кажется, самый крутой цвет. Это вот этот серый. Если даже я буду покупать какой-то задний план. Я хочу обязательно серого цвета. Или если я ее не найду. Я найду такие же обои и обратно приклею. Хотя даже у нас дома должен быть рулон. В общем, вот сейчас. Я вот смотрю на картинку. У меня просто камера-зеркалка. Я себя вижу. Кстати. Некоторые меня спрашивали, что у меня за камера. У меня камера Canon 700D. И она у меня уже, мне кажется, года 3-4. Я на нее чисто снимаю мукбанки. Больше не в каких видео. Она не задействована. Чисто для мукбанков. Потому что в логе я снимаю на Canon J7X Mark III. Я как-то во влогах Кайли Дженнер увидела эту камеру. И я поняла, что все, я хочу ее. Раз даже Кайли снимает свои влоги на J7X. Что бы там ни было, надо купить. Короче, если вы думаете, что мне плевать. Ой, и так смотрят. И так нормально. Крутые просмотры. Если честно, я немножко в последнее время приятно удивлена. Мои видео очень круто набирают. Хотя я каждый день публикую видео. Но несмотря на это, действительно очень много набирают мукбанки. И мне хочется улучшать свой контент. Мне уже, если честно, по поводу заднего плана особо никто ничего не пишет. Но все равно. Хоть даже люди не пишут, все равно надо об этом задуматься. Вот есть идея с полками. Но полки будут отвлекать. Я считаю, что на мукбанке должен быть акцент на еде. Вот корейских некоторых смотрю. И у них прям черный задний план. И весь акцент получается на еде. Вот я люблю, когда так. Очень крутая закуска. В рецепте такого не было. Но я еще сверху посыпала кунжутом. Совсем чуть-чуть. И вот так вот хорошенько прям набила. Здесь рис, сыр, филадельфия, авокадо. Такие маленькие квадратики. Крабовая палочка. И немножко совсем майонеза. Совсем чуть-чуть. Я сначала из лаваша сделала вот такие конвертики. Отправила в духовку буквально там на 2-3 минуты. И потом уже начала заполнять. В рецепте так сильно не наполняли. Но я подумала, смысл, если он будет полупустой. Кто подписан на мой инстаграм? Вчера я публиковала трэш-варианты сережек, которые я хочу заказать для мукбанка. Там разные головные уборы. Всякие стразы на голову. Возможно, это мелочи, конечно. И возможно, вам как-то плевать даже на такие вещи. Ну, я думаю, что-то такое интересное надо обязательно придумать. Я нашла сережки. Это просто вставные челюсти. Как они правильно называются, я не знаю. В общем, в инстаграме я вам выкладывала. Все были просто в шоке от этих сережек. Потом нашла сережки. Туалетная бумага вот так вот висит. Тоже очень интересно. Показала маме. Мама говорит, ой, зачем? Наоборот, аппетит весь пропадает с такими сережками. Зачем это надо? Показала брату. Брат говорит, топ идея. Все боржутся. Будет смешно. Обязательно заказываю. Вот в таких вещах у меня мама очень жесткий критик. Например, недавно. У меня была идея. У нас есть секонд-хенды такие же, как и у вас. Я подумала. Моим зрителям, возможно, было бы интересно посмотреть, что же продается в наших секонд-хендах. Снять влог. Машина есть. Пройдусь по всем секонд-хендам. Возможно, и себе что-то куплю. И сниму контент, самое главное. Такая вот идея в видео была. Мама сразу раскритиковала. Мама говорит, да зачем? Да кому это интересно? Интересно, кто сейчас ходит по секонд-хендам. Короче, накрылась моя идея. Потом у меня появилась другая идея. У нас есть магазины наподобие фикс-прайса, где все абсолютно стоит один монат. То есть там фиксированная стоимость абсолютно на все. И в этом магазине что только нет. Я в тиктоке, подписана на них. Там огромная просто палетка от Makeup Revolution. Понятное дело, наверное, это реплика. Но все же эта палетка, она вот такого вот размера. Кстати, такой оригинал тоже был. Сейчас уже, по-моему, снятся производства. Но все-таки. В общем, очень много всего интересного. И все стоит один монат. Такой, знаете, популярный магазин. Я хотела туда съездить. Кое-что, естественно, хотела и себе купить. Там крутые зеркала. Стоит все один монат. Органайзеры. Разные. Любых размеров. Я сказала маме. Мама говорит, это будет просто выглядеть, как будто тебе купили рекламу, и ты пошла снимать этот магазин. И потом мама мне сказала одну вещь. У тебя очень много зрителей не из Азербайджана. Неужели им будет интересно смотреть в каком-то магазине там что находится. Вообще, мама такой жесткий критик, на самом деле. С ней в этом плане сложно. Просто любую идею раскритикует. Как вам, кстати, эти две идеи? Пишите в комментариях. Мне кажется, возможно, секонд-хенд это не настолько интересно. А вот магазин, где все по монату, вот это да. Потому что я смотрю, там в других странах в секонд-хендах так много людей все. В день распродаж там очереди люди друг друга толкают. Толпятся. Там прям огромная толпа людей. Здесь такого нету. У нас вечно эти магазины полупустые. Я думаю, что это связано скорее всего с тем, что у нас здесь как бы товар не очень. А если даже секонд-хенды не интересно, я думаю, магазин, где все монат, стоит очень даже интересно. Сегодня я не нашла свою футболку с долларами. Опять у меня что-то потерялось. Помните, я вам рассказывала, что у меня потерялось две помады? Они до сих пор не нашлись. Хотя я точно помню день, где я красилась этими двумя помадами. Они были у меня с собой. Мы увидели садат. Я вот ими накрасилась. А потом куда я их делала, непонятно. А теперь не могу найти футболку с долларами. Последний раз, когда я надевала эту футболку, меня очень хорошо подстебали. Но я не сразу это поняла. В общем, ни для кого не секрет, что я плачу налоги. Каждое месяце я перечисляю денежку в пенсионный фонд. Многие, наверное, сейчас удивятся. Многие даже не обращают внимания на такие вещи. Но здесь вот такая карта пенсионная. Ты как бы должен знать, сколько у тебя накоплений в пенсионном, чтобы в дальнейшем, в старости, получать достойную пенсию. Естественно, сейчас никто об этом не задумывается. Все думают, ой, да хрен знает, доживу до пенсии или нет. А я знаю. Я обязательно доживу. Так вот. И в общем, у меня там возникли проблемы. Я пошла в пенсионный. Ну, какое там обслуживание? Какой там сервис? Просто лучшее. Я думала, прекраснее место, чем Асан Хитмят Нет, но я нашла. Это пенсионный. Блин, настолько крутое обслуживание. Я прям ни секунду не ждала. Работники так хорошо все объясняют. Но, кстати, проблему мы так и не решили. Ну, плевать. В общем, самое главное обслуживание. Я как будто на курорт съездила и приехала обратно. То есть, настолько круто атмосфера. Не знаю, работники такие дружелюбные тебя проводят. В общем, я нигде в жизни не видела настолько крутой сервис, я назову. При выходе я хотела сказать, куда заплатить 15% за сервис. Ну, в общем, я отхожу от темы. Вопросы мне мой не решили. Ну, да ладно. И, в общем, я решила проконсультироваться с юристом. Я надела вот эту кофту с долларами. Пошла к юристу проконсультироваться. я все-таки законодательство не так хорошо знаю. Я по образованию не юрист, понятное дело. Мы, конечно, в универе это проходили, но очень поверхностно, то есть, не глубинно. В общем, я пошла к юристу и там был молодой, молодой человек, где-то ему, наверное, лет 30, может, 35. Я сижу в этой футболке, ему рассказываю, он мне слушает, слушает, слушает о моих проблемах и так далее. Не буду углубляться. Если вам интересно, я все, о чем в банке, могу подробно рассказать об этом. Я думаю, скорее всего, вам будет неинтересно. Он меня слушает, слушает. Потом резко такая пауза у нас с ним в общении, и он такой говорит, а вы в пенсионные в этой футболке пошли? Я такая, нет, я была в красном платье, я говорю, при чем здесь это? И диалог продолжился, мы начали дальше беседовать, и я сразу не поняла, почему он так сказал. Да мне вообще не дошло, при чем здесь футболка? Я даже не обратила внимания, в чем я, то есть. И мы дальше начали с ним обсуждать, и потом я выхожу оттуда, сажусь в машину, завожу машину, и тут меня осенило. У меня же футболка вся в долларах, и он просто хотел меня подстебать. Когда уже села в машину, мне так стало смешно от того, что он сказал. я потом в себя не могла прийти, настолько угорала. У меня вещи так, поздно зажигание, не сразу доходит. И вот это, кстати, футболка, после того раза куда-то исчезла, куда-то пропала. мне кажется, я единственный человек, который настолько часто теряет вещи. Однажды у меня у брата такое было. У нас по дороге в Хачмаз, кстати, сейчас чуть позже расскажу. вот эта дорога, которую я проезжаю по сто раз, вот этот мост, который выезд из города и прямо в сторону деревни, в которой мы находимся. Этот мост, он развалился. Я вам кадры вставлю. Если найду, там очевидцы наснимали. В общем, это ужас какой-то. Я так испугалась, когда увидела. Я это место, когда еду в деревню, проезжаю, наверное, раз сто. Каждый раз, когда едем в город, каждый раз, когда едем за продуктами, мы едем через этот мост. То есть, проезжаем этот мост, а он развалился. Причем, не просто развалился, там пару машин упали вниз. То есть, это произошло максимально резко, спонтанно. закончился, теперь перейдем на чай. И в такие моменты, я думаю, спасибо Аллаху, что уберег. здесь могло произойти, когда мы оттуда проезжаем. Каждый раз, когда мы едем за продуктами, это каждые 2-3 дня мы проезжаем через это место. Точнее, проезжали. это святое место, это горы. Там где-то 8 гор, они просто огромные. И, в общем, суть заключается в том, что ты идешь туда, загадываешь желание, и вот эти все 5 гор нужно пройти. Издали, кажется, это просто на самом деле, там делать нечего. но на самом деле это очень сложно. И в это я реально верю. У меня была знакомая, и они с парнем поругались, точнее расстались, прям окончательно. Он сказал, что не будет с ней мириться, все, это конец, туда-сюда. То есть парень был конкретно на 100% уверен в расставании. И уже никакого хода назад просто не было. И она загадала это желание, прям я помню это время. Она загадала это желание и прошла эти горы с мыслью о том, что я хочу с ним помириться, и сейчас она вышла за него замуж, представляете? Прям не сразу в миг желание осуществляется, но где-то в течение полгода-года насколько я знаю, насколько говорят, все ваши желания исполняются. В общем, я не помню, что мой брат загадал. Надо, кстати, у него уточнить, что он загадывал. Ну, в общем, знаете, как там? Там горы. Ты сначала эти семь гор проходишь, а потом возвращаешься обратно. у меня у брата была куртка, точнее, ветровка от Nike достаточно дорогая. Когда я говорю Nike достаточно дорогая, после лазения в Fairfetch'е, мне кажется, Nike это прям самая дешевая марка одежды, которая может быть. сравнивая со всеми дешевыми, ты понимаешь, что Nike, Adidas, там Puma это самое доступное, что есть вообще. Ну, да ладно. В общем, брат понял, что очень жарко, не может быть в этой куртке. Завернул эту куртку и положил под камень. И потом уже спустя где-то 12 часов, когда он возвращался уже обратно вот эти вот горы, он когда проходил, он эту куртку не нашел. То есть, эту куртку у него украли. Представляете, даже в таком святом месте есть люди, которые воруют. Святое место. Прикиньте, там своровать. Мне, не знаю, мама, там бабушка, когда была жива, они говорили, загадай жениха и пройди эти горы. Я говорю, да, делать мне больше ничего. Это очень сложно физически. Брат был в кепке, и у него здесь вот все лицо обгорело, прям красное было. Потом кожа сходила с лица. Он сам тоже где-то 4 дня, я помню, брат прям не мог прийти в себя. То есть, он прошел эти горы, но он настолько устал, вот прям ужасно устал. Ну, я обычно, знаете, такой несуеверный человек, в такие вещи я не верю, но на моих глазах есть прям несколько примеров. Одна девушка, которую я знаю, она прошла эти горы, и в нем была мечта, которую она загадала купить квартиру. Она, правда, в ипотеку купила, но все же смогла накопить на первоначальный взнос, купила квартиру, сейчас потихоньку платит. То есть, изначально, ну, как бы не было возможности даже купить ее в ипотеку, потому что у нас условия немножко сложные. Если вам интересно про это, то обязательно пишите в комментариях, я вам могу рассказать подробно, сколько стоила путевка туда, как собирался автобус, что там интересного происходило, что рассказывал мне брат. Я уже наелась, было очень вкусно, огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Лавита с малиной почти на вкус то же самое, что и клубника. Всех люблю, с вами была Айка, пока!